Приветствую всех ценителей вторички. Частенько на авито и прочие вторичные прилавки прилетают довольно древние ноутбуки, которые ни одним своим аспектом не интересуют продавцов, а вот покупатели иногда даже что-то от них ждут. И учитывая то, что такие ноуты стоят обычно немного, в принципе юзеры получают то, за что платят. И вот моя древняя ноутбучная коллекция, благодаря зрителю Геннадию из Москвы, тоже пополнилась еще одним весьма ценным атрибутом. Прислал он мне, значит, довольно немаленький лутбокс со всякими пекашно-сборочными железками. Много чего там, конечно, оказалось нерабочим, но свое место на прилавке все-таки нашло. Но вот этот вот коробок, пожалуй, заслужил особого внимания. Внутри него притаился еще один довольно коллекционный ноутбук Asus A3R. Правда, в более разобранном виде, чем тот, что у меня и так есть. Один такой прогретый и пересобранный в моей коллекции уже имеется. И довольно часто оказывается полезным для всяческих ретроэстетических штук. В частности, для программ, которые нигде кроме XP-хи не работают. И всяких развлечений с дисками, в частности их записи, перезаписи и так далее. Так-то даже мой рабочий компьютер уже давно стоит без дисковода. Помимо всего прочего, он остается единственным ноутбуком, на котором еще можно что-то делать с идешными ноутбучными дисками. К обычному, даже старому компу, знаете ли, подключить их довольно проблемно. В общем, настоящая топ-машина за свой прогрев. К сожалению, у того Asus, что поселился у меня, в один момент отвалился мост. С наличием паяльной станции его, конечно, всегда можно вернуть на место, но некий осадочек, знаете ли, все равно остается. В определенные моменты даже проскакивает мысль, что этот ноутбук не бессмертный. Однако теперь повода думать об этом будет меньше. Потому что в этой самой коробочке у меня притаился второй такой же. Правда, все же в более развороченном виде, чем тот, что лежит у меня. Ну что ж, таковы уж законы современной вторички. Добыть оттуда что-то целое и в идеале – это чудо. Так или иначе, Геннадий позаботился о том, чтобы эта штука хотя бы стала целой. Ибо, насколько я понял, у ноутбука полностью была разворочена крышка. И как следствие родной матрицы пришел Кердек. Так что перед тем, как отправлять все это мне, он позаботился о том, чтобы у нее была замена. Со всей прочей периферии ноутбук оставляет впечатление все же живого. А вот механические косяки все же присутствуют. Петли отломаны и никуда не ходят. Ну что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. А для начала все же начнем возвращать былое величие этому элитному Asus. Вообще, для своего 2006-го по железу получил этот ноутбук немало. И, соответственно, столько же стоил. Местная видеосистема в лице ATI Radeon 200M как может старается понтоваться крутостью. Но даже по тем меркам не то, чтобы прямо здоровски тащила. Особенно с большим количеством оперативы, из которой она забирает солидную такую часть. Но окончательно в утрыв ей не дает уйти все-таки процессор. Несмотря на свою эпичность и дороговизну, комплектовались эти ноутбуки в первую очередь какими-нибудь Celeron'ами. Причем на довольно низкой частоте. Но хуже всего то, что подобрать им более эпичную замену было довольно сложно. Они все были одинаково ущербны. И даже забегая вперед, я не думаю, что в моей коробочке ноутбучных ништяков найдется что-то получше. Насколько я знаю, здесь стоит что-то вроде Celeron M420. Хотя, возможно, мне сегодня не повезет, и это окажется 410. Но что пока можно сказать точно, проблем с жестким диском и оперативой у него пока ничуть не меньше. Ладно, главное сейчас собрать всю эту крышку. И похоже, я весьма близок к результату. Дело в том, что какие-то элементы удержания матрицы все же сохранились. А значит, можно попробовать затолкать туда какие-нибудь болты. Может они даже и справятся с натяжением петель. И, собственно, с одной даже справились. А вот вторая, увы, нет, вырвана с корняни. Казалось бы, появился повод прибегать к какой-то инженерии. Или на крайняк к холодной сварке. Так или иначе, возиться ни с тем, ни с другим сейчас желания нет. Поэтому попробую ремонт просто брутфорсом. Я взял один из небольших мебельных саморезов. И просто-напросто хочу оставить его в крышке. И да, вы абсолютно правы. Он вылезет с обратной стороны. И вроде как все испортит, но на самом деле нет. Тут уже в ход пойдут кусачки. Останется только откусить оставшуюся часть. Ну и там как-нибудь черным маркером все зарисовать. Короче, будет круто. Ну и вот результат подобного молниеносного ремонта. Жертв нет, разрушения умеренные. А времени потрачено немного. Короче, если не хотите возиться со старым ноутбуком, а уж тем более он ваш, такое конечно и выглядеть и звучать может страшно. Но попробуйте поспорить с тем, что это один из самых надежных способов закрепить петлю. Так или иначе, все подключенное работает. И новая матрица не глючит, да и ноутбук как оказалось вполне живой. Теперь же приступаем к самому вкусному. Пробуем сделать его лучше. В моей коробочке ноутбучных ништяков, конечно, не так много компонентов для поднятия на новый уровень подобных машин. Но кое-что уж точно найдется. Во всяком случае этот Asus использует DDR2 оперативу, а значит кое-что подобрать уже можно сходу. 2 гигабайта он поймет как родные. Что же касается процессоров, ничего получше, увы, не нашлось. Здесь стоит 420-ка, лучший, что есть у меня такая же 420-ка. А вот с ADE-шными жесткими дисками выбор чуть обширнее. Есть и 20-ка, и 40-кет, и даже 60-ка. Вот как раз и появился повод узнать, кто из них благополучно дожил до наших дней в хорошем состоянии. Может найдется вообще какой-нибудь с детскими часами работы. И знаете, что не стоит на горячую голову избавляться от таких дисков, если они вам не нужны. Ребята из соседствующих сервисов частенько нанимают вопросами, нет ли у меня лишнего ноутбучного ADE-шника. Так что я в какой-то степени среди них богатей. Ну и сейчас, по сути, закачав сюда систему, поставив максимум оперативы и даже, возможно, что-то на нем запустив, мы получим типичный коллекционный ноутбук, который оценят единицы, но весьма высоко. Я же предложу вам некоторую альтернативу. Дело в том, что данный ноутбук все же создавался с расчетом на будущее. Так что вместо привычной его железу XP-хи я попробую поставить семерку. И мы вместе сможем заценить, как она будет работать на одноядерном Celeron на 1.6 ГГц. Ну а все остальное в виде 2 гигов DDR2 оперативы и ADE-шного жесткого ей не в новинку. Так что шансы есть. Итого, система благополучно была накатана. Разумеется, с диска, потому что я уважаю классику. И вот что буду иметь после всех этих художеств. Не скрою, что пришлось изрядно повозиться, чтобы заставить эту видеокарту нормально работать на семерке. Вряд ли кто-то удивится, что драйвера под нее запилены не были. Тем не менее, на родном разрешении этот ноутбук сейчас в состоянии включиться и работать. В том же интернете текстовые странички с картинками ему все еще подвластны. Но все, что касается какой-то видео-аудио-мультимедии, выглядеть будет примерно вот так. Причем это уже браузер для слабых систем. Но знаете ли, с его послужным списком в прошлом, уж точно не стоит останавливаться на подобном смотре. В какую-то игровую классику этот ноутбук может отправить вас ровно с тем же успехом, что и на XP-хе. Все точно так же ставится и запускается, без каких-либо танцев с бубном. Собственно, несложно представить, что делал бы за таким ноутбуком типичный игрок нулевых. Особенно в нелегкие времена отсутствия интернета. Большинство игр до 2005 года работают на нем довольно уверенно, разве что почти всегда на минималках. Но главное, каждая из них остается проходимой. А в отсутствии пикашной альтернативы, пожалуй, это лучший из вариантов. Лично я в то свое безноутбучное время только мечтать мог о таком результате. Вплоть до конца нулевых на ноутбуках никто не рекомендовал играть. А те немногочисленные девайсы, что все же удостаивались дискретного видео, либо один за одним отваливались, либо же стоили как парочка девайсов сродни тому, на который вы сейчас смотрите. Однако те самые топовые ноуты нулевых с дискреткой даже сейчас неплохо продаются в среднем тысячи за три. Ну а подобные красавцы зачастую остаются на растерзании исключительно эстетом. Не стоит рассчитывать на хороший заработок, если вы пытаетесь слить такую машинку, даже с семеркой. Конечно, кто-то может прихватизировать его в качестве печатной машинки. В этом вопросе семерка, кстати, неплохо сыграет. Но таких клиентов становится все меньше. А те, кто все же решатся его у вас взять, не в состоянии будут с вами расплатиться. Тем не менее, теперь вы знаете, ну или убедились в его мощности и релевантности для конечного пользователя. Этот же слегка восстановленный, но все же весьма коллекционный Asus остается у меня. Еще раз спасибо Геннадию за подгон и лишь время покажет, какой в итоге станет его судьба. А у меня на этом все. И надеюсь, было интересно. Цените классику, друзья. И до скорого.